И что еще скажу? Не достает мне времени, что повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, о Еефае, о Давиде, Самуиле и других пророков, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угошали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Братья, там где есть вера, там есть чудеса. Бог все чудеса в нашей жизни, в жизни церкви, братства, творит через людей веры. И вот я бы хотел продолжить эту прекрасную летопись Божьих чудес. Написано, что, мы сейчас с вами прочитали о том, что верою получали обетование. Вот обетование Божьей защиты, обетование спасения, обетование несокрушимости церкви, обетование умножения церкви, друзья. Вот эти все Божьи обетования мы получали верою. И вот о некоторых из них я хочу рассказать. Обетование защиты. В Германии живет брат наш Герман Корт, который состарился, ему уже за 70 лет или около 70 лет. В 70-е годы он жил в Прибалтике, потом эмигрировал как немец в Германию, был сотрудником миссии Фриденштейми всю свою сознательную жизнь, сейчас состарился и на пенсии. И вот я с ним встречался недавно, и он мне рассказал одну чудесную историю из его жизни. Когда он жил в Прибалтике, город Валга, а по соседству с городом Валга есть город Валка. Валка и Валга. Это два соседних городишка небольших. Так вот, нужно было покупать бумагу для издательства. А в то время, знаете, невозможно было много покупать. Покупали по одной пачке. После работы каждый брат, каждая сестра, проповедники, хористы, и по одной пачке покупали. Потом складывали в одном доме. И когда накапливалось много, уже везли дальше в издательство в точку. И вот он говорит, мы тоже со своей стороны усердствовали в этом деле. И вот я, говорит, ходил пешком в магазин, где были канцелярские товары. Город Валка. В соседнем городишке. Я вот смотрю, много бумаги, много пачек отложено в стороне. Я говорю продавщице, продайте мне эту бумагу. Говорит, а эту бумагу начальник милиции для себя отложил. Ну, у милиции еще будет. Вы мне продайте. А она спрашивает продавщица, а вы кто будете? Впрочем, говорит, мне не нужно отвечать на этот вопрос. Я сейчас позвоню начальнику милиции, вы ему объясните, кто вы. И тут же начинает набирать телефон. Созваниваться с начальником милиции, говорит, а в моей душе уже процесс остановить невозможно. Обманывать нельзя. Надо говорить правду. И в то же время дело Божие выдавать нельзя. Человек верный таит дело. Что делать? А уже набирается номер, и она на связи с начальником милиции, говорит, вот тут пришел человек, который хочет вашу бумагу купить. А кто он будет? Говорит, я не знаю, я сейчас ему трубочку передам. Она мне передает, а я молюсь о скорости мысли. Господи, заступись, защити, вразуми, что отвечать. И, ну, просто он ответил, говорит, кто вы будете? Ну, мы ваши соседи. А, ну, конечно, какие проблемы? Забирайте бумагу. И вся бумага, говорит, мне досталась. Говорит, и все, больше разговора никакого не было. Я говорю, брат Герман, а знаете, что произошло? Вы же попали в десятку. На конспиративном служебном языке, канцелярском, межведомственном, соседи означает КГБ. Уполномоченные согласовывались с соседями. Но мы-то этого языка не знали. Мы же их архивов не читали. Братья, я хотел спросить, вот разве вот через такие простые ответы наших простых скромных тружеников, мы не видим, что это здесь запредельно для человеческой мудрости? Сам никогда не додумаешься до этого. Это Бог питал разум наших братьев, невозможные человеком? Возможно, Богу. И вот эти простые мужички верою, друзья, правду творили, и неправды не сказали, и дело Божье делали. Но он же, я думал, просто мы ваши соседи. То есть Валга и Валка, соседнего городишки, перешел дорогу уже в другой город. Он сказал правду. Но Господь именно в нужное время поставил нужное слово, чтобы нужно для него сделать дело. Друзья, сколько таких чудес в нашей жизни. Или еще одну чудесную историю рассказал. У них был такой момент, когда в миссии Фриденштейме закончились средства, а те машины, которые были стойниками оборудованы для переправки контрабандным путем литературы в наш Советский Союз, они были обнаружены, потому что один водитель разболтал все. Его запугали или психотропными веществами накормили. И он все рассказал о трех автомобилях. Говорит, и у нас больше денег не было, чтобы новые покупать, а их надо еще и оборудовать. А литература много скопилась, и мы назначили пост и молитву. Господи, пошли нам средства. И вот однажды, говорит, когда наш пост молитва продолжалась еще, у меня, говорит, окно из кабинета выходило на двор миссии. Я смотрю, одна женщина так вот ковыляет, немножко прихрамывает. И она оказалась в ситуации, когда не знает, в какую дверь заходить. Первый раз, говорит, в нашей миссии никогда ее не было. Я вышел к ней навстречу. Говорю, вы к нам в миссию, да? Говорит, вы с кем бы хотели встретиться? С кем-то из тех братьев, которые занимаются переправкой литературы в Советский Союз. Я читала, я слышала о том, что вы Библией переправляете в Советский Союз. Мы, говорит, зашли с ней, я ее завел к себе в кабинет. Она говорит, закройте двери плотнее. Закрыл дверь. И включите радио. У нас разговор очень доверительный. Я включил радио. И она мне шепотом стала говорить. Вы знаете, я один из тех курьеров, которая на своем теле перевозила по 20-30 Евангелий из Финляндии в Россию. Там были такие возможности. Вот так вот делали бандаж, перетягивали себя туго. И по 20-30 Евангелий на своем теле перевозили. А потом, говорит, я попал в аварию. И уже после той травмы, которую я получил, я не могу ездить в Россию. Но я хочу, чтобы Библии и Евангелие были в России. Все, что я могу сделать, я продала часть своего имения и привезла вам эти деньги, чтобы вы на эти деньги могли купить необходимую для вас технику. Чтобы вы могли сделать то, что я не могу. Говорит, этой суммы нам хватило, чтобы купить пять новых автомобилей, оборудовать их новыми тайниками. И они ездили в Советский Союз до распада Советского Союза. Братья, разве это не чудо? Чудеса Господни, их великое множество. И эти чудеса становятся возможным только, когда мы ходим верою. Полагаемся не на капитал, не на деньги, не на связи, а делаем угодное Богу дело. И Господь источники свои чудесным образом посылает для восполнения наших нужд. Даже из скалы течет вода. Казалось бы, то место такое черство и сухое, откуда вода не может течь. А Господь уготовляет такие места и такие источники, посылает в самых неожиданных для нас местах. И чудесным образом компенсирует все наши нужды. Братья, верою наши отцы, наши братья строили стену полной независимости от государства. В 1976 году была объявлена программа полной неподцензурности церкви, объединений, печати, совещаний, съездов. Затем было издано 210 неподцензурных миру журналов Вестников Истинных. Затем было избрано независимо от мира тысячи служителей. Ни об одном из них с уполномоченными не согласовывали кандидатуру эти. Провели сотни совещаний, областных, межобластных, краевых, библейские курсы, регенские курсы. И ни по одному из них не получали разрешения от вышестоящих инстанций, от чиновников. Братья, на последнем съезде Геннадий Константинович сказал, что место церкви не над и не под, а вне государства. Вне государства. И церковь за 50 лет нашла свое евангельское, библейское место в этом мире, вне. Царство мое не от мира сего. Вот это был путь веры, и это дело чудесное совершил Бог. И Он показал всему миру, что возможно находиться вне, опираться только на возлюбленного Господа и тот, кто сына своего не пощадил, как с ним, и не дарует нам всего. С ним можно иметь все. И Бог всему мировому современному христианству показал, что опираясь только на Господа, находясь вне стана, находясь на условиях, совершая служение в условиях полной независимости от мира, можно все иметь. И такие дома молитвы на окраине Киева, и по 200 тонн литературы печатать ежегодно, и по тысяче служителей руку полагать, и не советоваться с внешними. Все возможно. Друзья, чего у нас нет, что есть в соседних родственных нам союзах. Господь нас всех облагодетельствовал, друзья. И эта стена независимости, она строилась все 50 лет. Я недавно слышал такую впечатляющую для меня историю о том, как мэр одного из японских городов, который находился рядом с Тихим океаном, в конце 70-х годов объявил такую программу. Говорит, мне на сердце есть желание построить такую стену укрепленную, чтобы когда появится волна цунами из океана и смоют все населенные пункты, чтобы наш город устоял, давайте построим стену. Ему жители города говорят, какое безумие, какая безумная идея, какой цунами, какая волна. Такого быть ним, когда не было в истории, чтобы такие волны из океана поднимались, сколько строительных материалов, какие ресурсы государственные, сколько можно детских садов построить, библиотек, жилого комплекса, спортивных площадок и так далее и подобное. Но он замолк, через два года набрал немножко политический вес и опять обратился к нации. Давайте построим стену. Ну хорошо, раз он так убежден в своей идее, что надо стена, чтобы защитила нас от цунами, он нашел бюджет, он нашел деньги, проект был сделан и начали строить стену. Построили стену высотой с пятиэтажный дом, широкую, крепленную, с японским качеством, длинную, сколько километров, не знаю. И когда построили стену, опять жители этого города говорят, какой безумец, какой безумный проект, сколько строительных материалов использовано, какая волна, какой цунами, сколько можно было бы жилых домов построить, сколько можно было бы детских садов, школ, институтов. И он опозоренный, лишенный популярности, ушел как мэр города, без всякого почтения и в 80-х годах умер и никаких знаков почтения к нему не было. В прошлом году, когда волна цунами смыла сотни населенных пунктов Японии, все средства массовой информации писали, что один единственный пункт населенный остался, который был защищен такой стеной, таких масштабах, такой высоты. И автором этого проекта был такой-то человек, который умер в таком-то году. И вы знаете, благодарные жители этого города, которые остались живыми, они пришли на его могилу с букетами цветов. И на его могиле было столько букетов и столько цветов, которых мир еще не знал, ни на одной могиле ни одного президента мира столько цветов не было. Но они вспомнили, что этот человек заботился о их жизни. Братья, наши братья, наше братство, оно тем замечательное и уникальное, что наши братья, все, что могли и что они делали, это строили вот эту стену независимости. И говорили еще выше, еще больше, еще дальше от мира. Куда дальше говорили? Зачем быть радикалами? Вот нам сегодня говорят, радикальное все, это умщербно, это в тупик, это маргинальное все. А они, сколько им Бог давал силы, они говорили, еще выше, еще дальше от мира. Церковь должна быть независимой. Царство мое не от мира сего. Вот это программа семикратной непоцензурности. Друзья, и за 50 лет выстроили такую стену, что сегодня нас невозможно никуда вовлечь. Нас невозможно зазвать ни за какой круглый стол, ни на какой межконфессиональный совет, хотя желающих очень много, и пишут письма, и зовут, и по телефону звонят. Я, кстати, вчера буквально получил телефон и звонок от одного человека, говорит, у нас тут под городом Дедовск устраивается конференция всех братств и всех союзов и ассоциаций и церквей, которые когда-то были в Совете Церквей. Из Украины, с России, Михаил Стахурский, Женя Радославов, Румачик Павел, все ассоциации, все церкви. Тут мы будем проводить конференцию, приглашаем тебя. Благодарю за приглашение, но я еду на свою конференцию, меня зовут братья в Киеве. У нас есть другие форматы, у нас есть другие конференции. Они свое проводят, мы проводим свое, друзья, и радуемся, что много сегодня плевков и непониманий, зачем жить так изолировано. Нам говорят о том, что советская власть вас загнала в гетто, а теперь вы из этого гетто выходить не ходите. Вы все продолжаете петь песни, страшно бушует житейское море, оно давно уже не бушует, и солнце светит, и волн никаких нет. А у вас такие вот пораженческие настроения. Вы все продолжаете петь песни, против церкви воздвигнут вал, ее стены в кольце блокады, а уже никакой блокады давным-давно нет. Уже 20 лет государство вам протягивает руку дружбы, а вы от этой руки отворачиваетесь. Вместо того, чтобы пойти навстречу государству, заниматься социальной деятельностью, благотворительные столовые в церквах строят, теннисные столы, салоны красоты бесплатные, чтобы влиять на общество и так далее. А вы все занимаетесь своей, вот такой отделенческой, вы не отделенные, вы обделенные. Говорил в своем интервью Бондаренко весь в Данилович недавно. Братья и сестры, а мы все продолжаем и продолжаем строить эту стену. И вот, как неемя, строил и строил. И одни, и другие подходили и говорили, да что ваша стена, там лисица пройдет, ударит хвостом, она разрушится. Сколько этих негодных речей, друзья, за 50 лет мы слышали. А она все строится и строится. И этот курс, друзья, взятый на независимость. Мы понимаем, что он Божий, евангельская программа. И Господь, друзья, ввел нас в это чудо. Мы сегодня с застаном, но со Христом, в рубищах, но со Христом все имеем. Тот, кто сына своего не пощадил, как с ним и не дарует нам всего. Это я отношу, друзья, к чудесам, к области Божьих чудес. Дальше, друзья. Дело или шагом веры был призыв ходатайствовать о съезде в 61 году. К тому времени, к 61 году, братства евангельские христиане-баптисты не имели съездов на протяжении 35 лет. То есть с 26 года. Через 28 лет после 61 года мы провели первый съезд в Ростове. Всего у нас было, братстве, 6 независимых съездов от государства. Друзья, дерзнуть в Боге, писать в центральные органы власти ходатайство с призывом «Нам нужен съезд» – это был серьезный шаг веры. И вы знаете, вы знаете об этом прекрасно, как отреагировали центральное руководство всех Б, в частности, Александр Васильевич Карев, сказал так. Это воздушные замки. Вы подпрыгнули выше Гагарина и Титова. Советская власть нас не собирается брать в коммунизм. Через 2-3 года все церкви будут разрушены. Какой съезд? Вы иллюзию вкладываете в народ. Никогда этого не будет. Братья, а вот наши братья шли верою, делали этот шаг веры, и мы видим, этот шаг веры увенчался успехом. Шесть независимых от государства съездов, на которых программа съезда не согласовывалась с внешними, не просили разрешения у внешних на проведение, в явочном порядке Господь нам дал. А этого не было, кстати, в Евангельско-Ваптистском Союзе никогда. Все съезды, которые проходили при советской власти, у меня есть сотни документов из административного отдела НКВД, где все братья писали, ходатайствовали, просили, согласовывали программу, отсылали отчеты, давали возможность наблюдателям от Тучкова, от секретного политического отдела НКВД присутствовать на съездах. Друзья, ничего подобного у нас не было. Я это отношу к области Божьих чудес. Друзья, следующее чудо. Мы верою приступили к изобретению печатного станка. В 1971 году началась работа издательства «Христианин». Об этом поэты в то время, когда было написано или напечатано первый братский листок в 1971 году, а поэты об этом писали так. Об этом чуде лишь мечтать не запрещала нам держава. А вы знаете, друзья, что было еще в 1971 году, когда я работал в президентском архиве Российской Федерации? Я там нашел один интересный документ. Пишет глава КГБ в идеологический отдел ЦК отчет о том, что в июне или в июле месяце пограничная служба Балтийского, ну там, где было Балтийское море, Финский залив, там фарватер какой-то, так вот пограничные службы обнаружили полторы тысячи плавающих полиэтиленовых пакетов, которые запечатана религиозной литературой. Они были выброшены с борта какого-то иностранного судна в надежде, что волны прибьют эти пакеты к берегам Советского Союза и на селение Советского Союза будут читать Библии и Евангелие. Но наша пограничная служба уже выявила там 1600 пакетов. И вот пока они ездят, плавают, выискивают эти плавающие пакеты по всему Балтийскому морю, Финскому заливу, в это время у нас уже заработал печатный станок и печатает первое юбилейное послание и братский листок на десятилетие братства. И пока они там вылавливают пакеты, друзья, а у нас печатный станок работает со скоростью 120 листочков в минуту. Одно Евангелие, одна минута. А они там вылавливают пакеты специальных подразделений КГБ. Друзья, и это я отношу к области Божьих чудес. Было три пути, как получить литературу. Первый путь, это путь, и которым шло всех Б. Разрешите нам братский вестник отпечатать. Ну отдайте нам на цензуру. Отдали на цензуру, осталось там одна треть статей, две третьих выброшены. Разрешите нам песенки издать. Пишут, ну передайте нам на цензуру ваши песни. Эти песни антисоветские, эти можно перередактировать, перередактировать полностью измененный содержание песенек разным. Разрешаем вам три тысячи экземпляров. То есть это первый путь. Путь под контролем врагов дела Божьего. Полность зависима. Второй путь. Контрабагным путем завозить. Вот так. Или с корабля выбрасывать, чтобы волной прибило к берегу. Или в тайниках перевозить. Ну это малоэффективный путь. Что такое 20 евангелий, перевезенных в поясе? Что такое 20 евангелий на все братство? Слава Богу за эти жертвы. Но это не могло утворить нужды народа Божьего. Друзья, а какой третий путь? Создать свой печатный станок. А как его создать? У нас никто не был приобщен к печатному делу. Все типографии государственные были под контролем спецслужб. Все сотрудники типографии проходили особую проверку. И вот Юрий Константинович Крючков три года тайно ходит в читальный зал библиотеки Ленина. На собраниях не появляется, чтобы лишних вопросов не было, что ты тут делаешь. И в библиотеке имени Ленина изучает все типы печати, существующие в Советском Союзе. И он своим техническим складом ума додумывает, что нам в наших условиях конспиративных, квартирных, домашних условиях, адаптированным может быть только один вид печати – овсетный. А где увидеть образец этой овсетной печати? И вот они идут к бульвару, с Геннадием Константиновичем рассуждают. Он делится, до чего он дошел, этими своими размышлениями. Говорит, нам бы где-нибудь увидеть бы хотя бы один раз образец печатной овсетной машины. И вдруг их глаз, взгляд падает на рекламное объявление. Выставка овсетных печатных машин из Японии. Политехнический музей. Они переглянулись, как раз на эту тему они беседуют. Где бы нам увидеть? Заходят в Политехнический музей, а там малогабаритная односторонняя печатная овсетная машина. Они ходят, смотрят, чтобы не подать виду дежурным, почему они так вокруг нее долго ходят. Юрий Константинович пытается зафотографировать глазами все детали, понять, как работают все механизмы. Говорит, вот то, что нам надо. А теперь осталось только это перенести на бумагу, поручить конструкторам, приступить к изобретению своих деталей. Принцип работы этой печатной машины мы знаем. Он приезжает с этими идеями в Киев. Подключаются братья киевские инженеры, которые имели высшее образование. Дорабатывают все его методы до какой-то приемлемого схемы. И начинают токарей изобретать, печатать. То есть на поток ставить вот эти печатные машины. В этом поучаствовала Киевская церковь. Это очень серьезный был вклад братьев Киевской церкви. По свидетельству Юрия Константиновича. Так вот, братья, я отношу это к чудесам Божьим. То, что в 71 году Бог нам послал свою независимую печать. Ее не было у адвентистов, хотя там тоже был сам ездат рукописный. Печатной машины не было у правозащитников, хотя там была Елена Боннер, Сахаров. У них были тоже связи с Западом. Было много умнейших голов, лауреата Нобелевских премий, но у них не было своей печати. Печать была только у нас. Знаете почему? Потому что невозможное человеком возможно Богу. Это область невозможная для человека. То есть чудеса Божьи, они неподражаемы и неповторимы. Неповторимы. И это чудо Господь нам послал. Дальше, друзья, еще одно чудо или дело веры. 20 лет служения в условиях конспирации Геннадия Константиновича. Написано, верою избегали острия меча. Вот вообще как бы область конспирации или служение в условиях конспирации, она относится к этому обетованию. В верою избегали острия меча. Вы помните того человека, который сто пророков кормил тайно, когда Изавель истребляла? Они верою избегали острия меча, когда Изавель истребляла, а они избегали. И он конспиративно их продовольствовал, Авдий, снабжал хлебом, рискуя своей жизнью. Он, как государственный чиновник, умел жить конспиративно и прекрасно усвоил азбуку конспирации. И у него получалось великолепно. Как это у него получалось из бюджета царского сто человек кормить, только Бог знает. Но это было дело веры. Или когда царь брал со всех царств подписку, что у них Ильи нет. А он жил в доме вдовы и под Божьей охраной. И Господь его продовольствовал, друзья. Это область Божьих чудес. Избегали острия меча Мария и Иосиф и младенец, когда уходили в Египет. Этот меч губил всех младенцев в Вифлееме, а они, получив откровение, убежали от этого меча. Друзья, Геннадию Константиновичу в 70-м году, после совещания Совета Церкви, Господь поставил мысль, что надо продолжать служение тайно, в тайных условиях. Он увидел ту группировку в составе Совета Церкви, которые хотели бы изменить курс. И он понимал, что завтра меня арестуют, а этим людям дадут зеленый свет, и нас из тюрьмы не освободят. А эти люди повернут братство совсем другим путем. Одна ночь и центра нет. Надо сделать центр недосягаемых для гонителей, чтобы не давать возможность гонителям формировать центр духовный из надломленных, сдавшихся служителей. И он уходит в нелегальные условия. А куда уходить? К тому времени Вестник Спасения печатался в Латвии, набирался, вернее не печатался, а там были уже связи, контакты. Там были очень добрые латыши, которые принимали, предоставляли свои жилищные условия. И Геннадий Константинович поселился в одном доме, потом в втором доме, потом в третьем доме. И все 20 лет там на берегу Балтийского моря, город Венспилс, пограничный режимный город. Он там находился. В прошлом году мы были на экскурсии в этом доме, сарайчик. Если будет возможность, слайды я потом покажу. Это домик, может быть, не сегодня, а завтра, послезавтра. Я думаю, что мы здесь несколько дней будем пользоваться гостеприимством Киевской церкви. Кое-какие слайды покажу. Друзья, я удивляюсь, в этом небольшом сарайчике на втором этаже, там 20 лет трудился Геннадий Константинович. Там с ним было пятеро сотрудников, печатная машина. Там было более ста братьев с гостевым визитом по делу служения. Кстати, это тоже историческая неправда, то, что пишут, что он там в бункере был, никто не знал. Если бы работники КГБ говорили так, если бы хотя бы были три человека, которые знают, где он находится, мы бы его нашли. Так вот, не три человека, а 102 человека у него было за эти 20 лет по записной книге. То есть, каждого посещения фиксировалось. Хранились записи втайне, но для себя они зафиксировали, кто был и когда. Кстати, среди тех, кто там был, был и Здоровец, был и Шептала Михаил Тимфеевич не один раз. Куксенко был приглашен, но не доехал. И целый ряд таких людей, которые могли бы это выдать. Но Господь хранил и благословлял их. Друзья, Лютер был три года в конспирации, и об этом все учебники пишут. Ах, какое чудо, три года Библию сумел перевести на немецкий язык. А наш председатель 30 лет был, и об этом ни одно средство информации не пишет. А я хочу сказать, это великая область Божьих чудес. Руки КГБ находили нужными их людей в любой стране мира. А в своей стране Господь своего раба, избранного служителя, руководителя, бессменного нашего братства, председателя, он под сенью крыл моих будешь безопасен. Разве это не чудо? И не просто находился там, отбывал, как бы срок, такую бессрочную разлуку с семьей находился, а получал откровения. Писал звуковые письма и московской, и новороссийской, и среднеазиатским церквам, и джамбульским, и управлял братством. И писал кассеты всем совещаниям в Святоцеркви, и Господь делал недосягаемым духовный центр для тех, кто хотел бы сформировать наш духовный центр издавшихся служителей, надломленных, которые хотели изменить курс братства, чтобы оно шло путем автономии. Друзья, следующее дело веры – это бескорыстный труд печатников и редакции Вестника Истины. Вы где-нибудь можете найти, чтобы где-нибудь вот так вот совершалось служение 30-40 лет, не получать зарплату, без записи в трудовой книжке, чтобы это служение совершал не один человек, а десятки людей. Вот, например, редакция Вестника Истины. Они ушли на это служение, куда им было 20 лет, а сегодня им 70. И 50 лет, за 50 лет, они создали эти 210 номеров. Это люди не публичные, фамилии их никогда ни в одном номере журнала не было напечатано. Ни одного букета цветов, ни на одной братской конференции им не было преподнесено. Но эти люди умели работать для Господа втайне, любя Его, жертвуя не только какими-то материальными благами, а всю свою юность. Вот как та женщина, которая разбила алавастровый сосуд драгоценного мира ради Господа, так им не жалко было для Господа ничего. Нашим труженицам, сестрам, вы где-нибудь такое найдете, чтобы десятилетиями бескорыстно, без заработной платы, без какого-то капитала, не имея ни кола, ни двора, ни здоровья, ни мужа, ни детей, ни внуков, трудиться сабанзабвенно по 30, по 40, по 50 лет. Друзья, я отношусь к области великих божьих чудес. Эти чудеса, друзья, писались теми, кто сильно любили Бога. И вот сегодня все больше процветает такое, когда дом молитвы строится. Братья, я приду, помогу вам, но мой рабочий день стоит вот столько-то. Услуги плиточника, каменщика мои, вот если я буду у вас неделю работать, стоит вот столько-то. Я все чаще это слышу. Если мы им платить не будем, они к нам не придут. Нам нужно установить ставку для тех, кто будет трудиться. Это все чаще слышно, друзья. Но когда я вижу вот этот опыт, когда люди всю свою жизнь положили к ногам Господа Иисуса Христа, разбили ее, любя Бога, бескорыстно, друзья. Вот это путь веры, это область божьих чудес. И эти люди живут среди нас. И смотря на них, мы можем смело сказать, приятно только, жертва неизвестная. Как те не хочу пройти, и сладостно, да будет ноша крестная, здесь, на земном пути. Один большой пример расскажу. Зинаида Петровна Тарасова. Вам знакома эта фамилия? Она была дважды судима. Один раз в Латвии, второй раз в Молдавии. И когда она в Молдавии была еще арестована, печатая молдавской Евангелии, и освободились они из УЗ в середине 80-х годов, я помню, брал у нее интервью, и она мне рассказала такую историю, вдохновляющую историю о том, что ее возили на допросы из Кишиневской тюрьмы в управлении КГБ. Управление КГБ у нас в Кишиневе находилось на улице Ленина. И следователем ее был следователь, полковник КГБ по особо важным делам. Она на вопросы, как правило, когда ее возили на допросы, отвечала короткая фраза этой тайной церкви, не скажу. И вот однажды следователь ручку положил и говорит, Зинаида Петровна, у меня есть вопрос не для протокола. Удовлетворите мое мужское любопытство. Мы вас осудим, вы выйдете на свободу. Как ваша жизнь дальше сложится? И говорит, когда вы освободитесь, вам будет столько-то лет. Она уже не в молодых годах. Может быть, ей там уже пятый десяток к тому времени лет уже был. Говорит, наша медкомиссия определила, что у вас неизлечимая головная боль. То есть у вас хроническое заболевание. Здоровья у вас нет. В старости не будет. Пенсии у вас не будет, потому что трудового стажа нет. Все это ваше время на нелегальном положении в трудовую книжку не вошло. Значит, пенсии у вас не будет, здоровья у вас уже нет. Дома у вас нет, мужа нет, детей нет. Скажите, как ваш... Вы хоть думали о своей старости? Как ваша жизнь в старости сложится? Говорит, я понял, что он сделал вызов моей вере. Я помолилась в душе и ответила ему так. В Библии написано, я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен. А еще в Библии написано, не видел я праведника нищим и детей его просящими милость. Говорит, достаточно, понял. Нажимают на комку, пошел конвой, ее увозят опять в тюрьму. И вот прошло, друзья, с этой встречи нашей Зинаи Петровны 20 с лишним лет. Недавно я ее встретил на конференции. И 20 лет спустя я ей задал вопрос, все тот же. Зинаи Петровна, а как сегодня ваша жизнь в старости сложилась? Помните ваш ответ полковнику КГБ? Как вот, ну то, что вы заявили ему верой, это хорошо. А как вот в реальности жизнь ваша сложилась? И она мне рассказала такую историю. Когда я освободилась из лагеря, вскоре президент Ельцин подписал закон о реабилитации жертв политических репрессий. В 1991 году на основании этого закона один год пересчитывается в три года трудового стажа. Шесть лет пересчитаны были в 18 лет трудового стажа. Более того, на основании этого закона все жертвы политических репрессий имеют первоочередное право на получение жилищных условий. Жилья. Мне в городе предоставили, город Курск предоставил однокомнатную квартиру. Пенсия есть, квартира есть. А потом умер у нашего брата Костенко, Григория, как по отчеству, Николаевич. Умерла жена, он остался вдовцом. И Бог положил ему на сердце сделать нашей сестре предложение. Она вышла за него замуж. А теперь у нее и муж есть, и дом есть. И они двоем песни поют дуэтом. Господь позаботился о ее старости. Господь всем ее облагодетельствовал. Друзья, наш Бог никогда ни перед кем в долгу не был. Тот человек, который жертвенно трудился для Бога, бескорыстно, он в старости не будет нуждаться в хлебе. Так Бог сказал. И я, друзья, отношу это к области Божьих чудес, великих чудес, которые на наших глазах происходят, друзья. Не только во времена Ильи, когда в кувшинчике всегда было масло на донышке. И мы, друзья, вот так же живем с вами, с этим благословенным кувшинчиком. Кстати, газета «Труд» в 1986 году печаталась тиражом 21 миллион. Ежедневно для того, чтобы напечатать 21 миллион, нужно было 500 вагонов бумаги. Ежедневно. И эта газета должна была быть опущена во все почтовые ящики Советского Союза на адреса подписчиков до 8 утра, чтобы человек в 8 утра, идя на работу, уже в электричке мог читать газету «Труд». Так вот, сегодня газета «Труд» на грани банкротства, потому что ее газеты уже не читают, в интернете все находят информацию. Сегодня они на грани банкротства, друзья. А у нас банкротства нет. У нас всегда на донышке никогда не кончается. У нас вестник истины все больше и больше подписчиков имеет. И у нас все просьба, может быть, нам начать переводы синхроны на английский язык. Уже на румынский переводится, и на немецкий ищем переводчиков, кто бы мог бы синхронно издавать. Друзья, что это такое? Это область Божьих чудес. Давайте мы споем, потом я дальше продолжу. Продолжение следует...